В понедельник 14 марта Висагинас посетила министр экономики и инноваций Литовской Республики вместе с командой советников. Общение Арманайте в должности министра прибыло в наш город впервые. Во время визита министр встретилась с руководством города, а также посетила Висагинский центр профессионального обучения технологиям и бизнесу, где встретилась с преподавателями и директором центра. Витал Таспеткунос провел министр по кабинетам и лабораториям учебного центра, ознакомил гостю с техническими возможностями различных стендов, на которых обучаются студенты, а также рассказал о новейшем оборудовании и перспективных проектах учреждения. Общение Арманайте отметило, что у нашего города большой потенциал стать еще более сильными и экономически. Сегодня мы с командой посетили Висагинас, обсудили возможности развития предприятий, например, таких, как интерсержиков. Встретились с мэром, поговорили о возможностях создать здесь свободную экономическую зону. Также мы посетили учреждения просвещения, роль которых очень важна, поскольку предприятиям нужны талантливые люди. Сегодня мы также побывали в Центре профессиональной подготовки и в гимназии от Гемима. Я думаю, что у города есть огромный потенциал, чтобы стать еще сильнее и экономически, и в сфере просвещения. Мне кажется, что уже сейчас есть немало историй успеха, и то, что такие предприятия, как интерсержиков и другие, выбирают Висагинас, показывает, что здесь сильные учреждения. Например, есть предприятие «Континенталь», где переквалифицируют своих сотрудников, улучшают их компетенцию на месте, здесь, в Висагинасе, чего нет в других местах. И мне кажется, это уже достаточно большая история успеха. Городу надо только чуть-чуть больше оптимизма, больше активности, а с нашей стороны, возможно, больше помощи, которую мы готовы предоставить. Министр отметила, что городу важно становиться более открытым, чтобы привлекать больше инвесторов. Очень важно, чтобы город и дальше был открытым не только для своих жителей, но смог бы привлекать больше людей из других районов. Ведь по соседству у нас есть Даугавпилс. Может, его жители могли бы ездить сюда чаще. Надо больше открытостей, меньше бояться. Хотя чувствуется, что здесь все понимают потенциал города. Здесь у людей есть знания и опыт, полученный на Игнолинской атомной электростанции. Это надо использовать, и нужно пользоваться всем тем, что есть у Висагинаса. Сейчас мы обсудили возможность создания свободной экономической зоны, где могло бы учреждаться больше предприятий. Но, честно говоря, даже и без нее Висагинас имеет возможность привлечь крупного инвестора, поскольку здесь есть инфраструктура, есть знания, и в целом здесь есть все, что необходимо. Поэтому нужно использовать все возможности. Что ж, будем надеяться, что ставшие в последнее время столь частыми визитами высокопоставленных гостей в наш город связаны не только с ситуацией в Украине, но и принесут реальную пользу в развитии нашего города. Продолжение следует...